Сегодня я расскажу вам, что делать, если вдруг при игре в Counter-Strike Global Offensive у нас возникла проблема. Система VAC не смогла проверить игровую сессию игрока. Делаем следующее. Выходим из CS, выходим из Steam, а теперь просто от имени администратора запускаем Steam. То есть это важно, запуск от имени администратора. Если вдруг этот простейший способ по запуску Steam от имени администратора не помог и все равно выдает всю ту же проблему, то есть еще вариант решения. Закрываем CS. Steam не закрываем, запускаем диспетчер задач. Находим здесь службы клиентов и снимаем данную задачу. Еще раз перепроверите, запустилась ли служба. Если служба не запускается, то возможно просто перезагрузите компьютер, потому что служба должна выполняться. В моем случае она почему-то отключается, поэтому я сейчас перезагружу компьютер, еще раз запущу от имени администратора Steam. В общем перезапустил я компьютер, еще раз запустил Steam от имени администратора и в этот раз все сработало. Теперь сервер ищет нормально, ошибки нет. Если вышеперечисленные способы, которые помогают 95% случаям не помогли, то делаем следующее действие. Заходим в Steam, открываем настройки, ищем здесь загрузки и нажимаем кнопку внизу «Очистить кэш загрузки», после чего вам необходимо будет повторить авторизацию в Steam, имейте это в виду. Если и этот способ не помог, то делаем следующее. Открываем командную строку от имени администратора, копируем необходимый текст, данный текст я оставлю в описании для вашего удобства, для копирования и нажимаем «Интер», после чего необходимо перезагрузить компьютер и проверить, не исправилась ли ваша проблема. Еще очень важная информация, которую вы обязательно должны знать – это профиль, с которого вы заходите в операционную систему. Если у вас несколько профилей и вы заходите не с профиля администратора, то попросту у вас может возникать эта ошибка, потому что те профили не имеют прав администратора, их необходимо выдать. Как это сделать? Можно узнать из огромного количества роликов в интернете, это уже отдельная тематика, об этом и говорить не будем. После всех проделанных манипуляций, все должно замечательно запускаться, работать и больше эта проблема не должна вас беспокоить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова